Белорусский гумор покарает экраны. Гомельская команда Ластовка Белорусского университета с поживецкой кооперации все лето выступит у премьеры Лизе КВЗ. Первые гульни пройдусь уже в Саковику. Удельников команды с долгочеканным поспехом повиншовала наш корреспондент Ганна Корольчук. Дмитрий, Анастасия, Иван, Вольга и Андрей. Это пятерка, бегучий состав команды КВЗ Ластовка. За 7 годов основания в коллективе изменялись не только особи, но и назвы. В минулом вы могли видеть их на сцене как команду «План Б», «Мы с кино» и «Любимая Ластовка». Во всех метаморфозах принимали отдел Анастасия Працевникова и Дмитрий Купрацевич, с которых и началась история команды. В школе, в классе девятом, наверное, мы попали в школьную лигу, начали играть. Я его позвала и потом начали притягивать уже других людей. Вообще, наверное, с первого состава остались только мы вдвоем, а остальных уже начали. Очень удачно выбрали двух человек. С исток? Да. Сколько это уже лет? Сколько это уже? В 2013 году была первая игра в школьной лиге. В 2018 году Ластовка стала чемпионом лиги КВЗ «Бел», которая работает в Гомеле, и отримала путевку в Международную телевизионную лигу КВЗ в Минске, где так же была сирот финалистов. На КВЗ 2020 селета приехали 470 команд с 15 краин. Беларусь представляли 12 коллективов. Хлопцы и девчат из Ластовки опынулись на фестивале в Сочи в четвертый раз. Материал напрацовывали на протягу года и ведали, что от них чекают некого сюрпризу. Выступление прошло поспехово. Сами Ластовки говорят, что в этом заслуга великой колькости людей. На играх, либо до игр нам помогает очень много человек, потому что очень много организационных вопросов. Они все решают, помогают и творчески, и найти ликвизит, и по борельщикам, и тому подобное. Но, наверное, еще можно отдельно благодарить. У нас помогает наш университет, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации города Гомеля. Лично могу говорить ректора, это Светлана Николаевна Лебедева. А также у нас есть еще один партнер, это фирма ООО «Коминтерн». И нам помогает личный тоже директор, генеральный директор Афонтенко Петр Иванович. Головная мета на сезон 2020 – трапить в высшейшую лигу. А по коль Ластовки сбирают команду поддержки болельщиков, которые поедут в зиме 19-го СКВК в московский дом КВЗ на сдымки первой гульни. Коли вы ждете долучиться и отримать великую порцию гумора, пишите уделникам команды у их группы в социальных сетках. А в прошлый раз команда с Гомеля домогалась от такого высокого вынеку в 2008 году, коли команда из «Ноу-25» выступала у премьер-ризе КВЗ. Когда команда из своего города попадает в эфир Первого канала, это всегда является большим стимулом. Но, с другой стороны, это результат работы, которая проводит все белорусское КВН-движение. Ведь КВН же не только в Минске существует, в каждом областном центре у нас есть какие-то свои лиги КВН, где команды там растут, областные лиги, школьные лиги. Собственно говоря, здесь они делали первые шаги в КВН-движение и немного научились какому-то своему профессиональному искусству КВН-движению, который они уже додачивали в лигах выше. На угол КВН-2020 для белорусов стал самым поспеховым в истории, бо гоноровое право выступать в высшей лице КВЗ так само отримали команды доктор Хаус Могилева и столичные дети Тьюринга. До речи, увидеть лучших белорусских гульцов КВЗ в Гомеле можно будет в начале соковика, подчас Кубку чемпионов Белоруссии, который пройдет в Палаце культуры чухонечников. Ганна Каральчук, Андрей Иванов, Телерадо, компания «Гомель».